Привет! Это PICON F6, наушники полноразмерного формата, которые меня приятно удивили. Да настолько, что, честно говоря, я им даже альтернативы не вижу за те деньги, которые просит этот самый производитель. Но знаете, давайте обо всем по порядку в этом ролике. Наушники большие и поставляются в большой коробке, но не просто так, а потому что еще нас внутри ждет полноценный, полноразмерный, жесткий чехол. Да, тут все по-взрослому, наушники лежат сразу в нем, помимо чехла и наушников находим макулатуру и коробочку. В коробочке есть кабель 3,5-3,5 мм, для проводного подключения эти наушники могут и так, причем на них есть отдельный микрофон с кнопкой. Естественно, кабель Type-C, ну и что совсем редко встречается в наушниках, это адаптер-переходник к авиационной бортовой системе. Ну, то есть посмотреть кинцо в самолете можно прям с этих наушников. Касательно дизайна, ну тут много чем вдохновлялись, это очевидно, но нельзя эти F6 назвать копией тех же самых AirPods Max, либо флагманских Sony наушников. Тут все-таки есть некоторая своя самобытность. У меня цвет серебристый, есть еще много-много расцветок, но какую бы вы расцветку ни взяли, пластик будет преобладать конструкцией. Но, впрочем, не все так однозначно, направляющие здесь металлические, что безусловно добавляет живучести наушникам. Касательно амбушюр и оголовья, они сделаны из такого мягкого вспененного материала. На мой вкус даже слишком мягкого, но, опять же, производитель обещает, что материал вполне себе живуч. В плане посадки на мою вполне стандартную голову это крайне удобно, мои уши полностью погружаются в чашки. Естественно, сейчас уже теплое время года и в таких наушниках иногда, во всяком случае под физической нагрузкой, ваша голова будет потеть. Тут нет таких изысков типа дышащих материалов. К этому нужно быть готовым. В остальном посадка, ну просто идеальная и к ней нет никаких претензий. Удобство добавляет и относительно небольшой вес для полноразмеров, всего 284 грамма. Моя личная заморочка заключается в том, что наушники все-таки крупные. То есть чашки внутрь мы сложить из-за конструкции этих шарниров мы не сможем. Для сравнения просто положу свой OnePlus 12, чтобы было понятно. Действительно крупные наушники. Пройдемся по торцам наушников. Тут на моем экземпляре, во всяком случае, есть неравномерный зазор. Ну, не могу не обратить ваше внимание. Здесь у нас есть отверстие под микрофоны. Причем, как и разговорного, так и для шумодава активного. Рядом есть многофункциональный диод. Трех с половиной миллиметровый аудиоджек. То есть эти наушники полностью поддерживают проводное подключение, что не может не радовать. Рядом же здесь находится Type-C. По кнопкам мы полностью можем управлять с этих самых кнопок этими F6. Включение-выключение, понятно. Отвечает за включение-выключение, логично. Плюс это пауза и воспроизведение, либо ответить на звук. Кроме того, вот эта клавиша еще отвечает за мультипоинт. Он здесь полноценный. То есть к этим наушникам можно подключить сразу два устройства, которые будут одновременно работать. Правда, вот это подключение несколько витиевато. То есть для начала нам нужно подключить один смартфон. Мы включаемся, подключаемся. Потом отключаем на смартфоне Bluetooth. Отключаем наушники. Выключаем наушники. Опять включаем, повторяем вот эту всю процедуру со вторым смартфоном. И после этого можно одновременно подключать в этом самом мультипоинте два источника звука по Bluetooth. На самом деле работает она нормально, но придется поначалу настроить под себя. Плюс-минус это и регулировка громкости, и переключение вперед-назад. Кнопка ANC отвечает за включение шумодава. Помимо этого, если мы нажмем на нее три раза, еще и включается специальный игровой режим, который обеспечивает уменьшенную задержку звука от картинки. На правой чашке у нас есть одна клавиша, которая отвечает за включение режима 3D. Вы сильно удивитесь, но данные наушники поддерживают Bluetooth версии 5.4. Да, какие-нибудь Xiaomi и Realme выпускают новые наушники с поддержкой 5.3, а тут какой-то Pecan из 5.4. По кодекам, что у нас есть? Ну, знаете, это вечная классика полноразмерных наушников. Вот какие вы не возьмете, там до условных 20 тысяч рублей. У вас везде будет одно и то же. AAC и SBC. Ни 5X, никакого лудака нам здесь не дают. А вот новость отличная, это то, что у данных наушников есть свое приложение. Причем весьма продвинутое. Так оно и называется, Pecan. Вы можете найти его в Google Play. Добавлять устройство довольно легко. Вот он у меня, этот есть самый F6. Тут только английский, либо китайский. Но я думаю, на английском легко вы разберетесь со всем. Итак, что мы видим в приложении? Если нажать на сами наушники, то мы здесь получаем пульт управления ими. Не очень понимаю, зачем это нужно, но пусть будет. Второй виджет отвечает за включение игрового режима. Но о нем мы еще поговорим, об этом самом игровом режиме. Второй виджет. Здесь можно найти геолокацию этих самых наушников. Прям как у E-Plan. Но, естественно, для этого нужно в настройках сначала эту геолокацию включить. Но если вдруг вы их потеряете. Третий виджет вскрывает в себе эквалайзер. Причем здесь есть несколько пресетов. Но можно еще и создать свой. Такой подход мне, честно говоря, очень нравится. Потому что некоторые производители, не будем показывать пальцами, дают только предустановки. А вот своих эквалайзеров создавать на них нельзя. Пункт DeNoise отвечает за эту самую активную систему шумодава. Дело в том, что эти наушники, во всяком случае заявлено, умеют гасить источники звука до 50 дБ. Это очень и очень прилично. Причем здесь у нас есть выключенный шумодав, режим прозрачности и, естественно, ENC. ENC у нас в нескольких режимах. Я в основе своей использовал его в максимальном, в самом таком агрессивном режиме. Но можно еще включить Low и Middle. Кроме того, есть Adaptive, если мы его включим. Наушники у вас немного зашумят, и в этот момент F6 будут анализировать, вокруг какой звук его находится. Если вы сядете, например, в тот же самый самолет, эта гарнитура будет преимущественно подавлять гул турбин. А то, что вдруг вокруг вас кто-то будет говорить, вы это услышите. Если говорить про качество ENC, знаете, оно меня крайне-крайне удивило. После ТВСов, которые, ну, очень условно подавляют шум, это просто фантастика. Дело в том, что под окнами моего дома идет бесконечная стройка, и, знаете, вот эти наушники стали в последнее время для меня просто спасением. То есть шумодав в них просто-напросто отрубает вот этот звук отбойных молотков. Даже не нужно для этого включать музыку. Я до поры до времени считал, что хороший активный шумодав можно получить в полноразмерных наушниках, выше 200 долларов. Здесь же, по цене еще поговорим, ну, гораздо-гораздо меньше цена, и ENC работает, ну, просто великолепно. В пункте настройки в этом самом приложении PIKON нас еще ожидает несколько интересных вещиц. Здесь, опять же, не в обиду будет сказано некоторым производителям, можно вот буквально одним касанием переключать озвучку с английской на китайскую. Ну, китайская мало кого интересует, но в английском языке будет с вами эти наушники общаться. Вот этот самый пространственный эффект, это отвечает именно за то самое 3D. Ну вот, на мой взгляд, если это включить, то какой-то получается слегонца-бубнеж, но, возможно, кому-то зайдет. Вот что действительно интересно, и что я вообще ни у кого не видел, это довольно удивительная функция, которая называется Head Tracking, то есть отслеживание вашей головы, если дословно переводить. Если мы ее включаем и надеваем наушники себе на голову, включаем, например, музыку, то в зависимости от того, в какую сторону повернута ваша голова, наушники будут имитировать направление вот в то ухо, которое впереди стоит, ну, условно говоря, вот этот самый звук. Если говорить о качестве звучания этих наушников, про кодеки я вам уже рассказал. Драйверы здесь использованы 45-миллиметровые, сопротивление 32-ома. Этими наушниками я пользовался исключительно с помощью Bluetooth, проводное соединение уже отходит на второй план, и вот что я вам хочу сказать. Качество звука здесь крайне-крайне сбалансированное, на мой взгляд. Нет какого-то вот этого перекоса в низкие частоты, которые любят многие из нас. Средние и высокие, в общем-то, неплохо проработаны. Я даже не слышал здесь никаких сибилянтов. Звук такой, ну, весьма и весьма собранный, особенно если мы вспомним цену этих наушников. Короче говоря, для потоковой музыки, для того, чтобы посмотреть видео на YouTube, кино, или, может быть, аудиокнижку послушать, эти наушники просто идеальны. А учитывая, что у них и шумодав великолепный, то, честно говоря, я в каком-то даже замешательстве. Производитель даёт в этих наушниках режим пониженной задержки. Давайте послушаем и посмотрим, как всё это работает. Пик НФ6, это, прежде всего, гарнитура, а значит, по ней мы будем частенько разговаривать. Давайте послушаем, как микрофоны этих наушников передают мой голос. Гарнитура с наименованием НФ6, и сейчас я записываю свой голос с помощью встроенных микрофонов этих самых наушников в клинии. Это главное, потому что именно так вы будете слышать, вернее, вас будет слышать, если вы кому-то позвоните. Я нахожусь в тихом помещении. Опять же, повторяюсь, здесь, возможно, эхо. Здесь интересно послушать, как эта гарнитура справляется и подавлением таких вещей. Один, два, три, четыре, пять. Сейчас я нахожусь на улице. Ну, скажем так, на самом громком улице, на английском, с внешней звучи, на научниках, Пик НФ6, запись, опять же, очень так же ведётся на этой линии. Что касается автономности этих F6, ну, производитель нам обещает какие-то нереальные цифры. 120 часов непрерывного воспроизведения, при этом не указывает в каком-то режиме, с включенным или выключенным на НС. Так что я о своих впечатлениях расскажу. Эти наушники довольно громкие и выше 60% громкости я просто не мог выдержать. Поэтому где-то примерно на 50% я ими и пользовался. Если я этими наушниками пользовался без включенных НС, то 50% заряда у меня ушло за два с половиной дня. То есть, да, это очень похоже на то, что нам рекомендует производитель. Если мы включаем НС, то эти самые 50% могут улететь и за сутки. Но вот, на мой взгляд, все-таки НС этого стоит. И в данных наушников пренебрегать этой опцией ради того, чтобы экономить зарядку, я бы не стал. К сожалению, не очень понятно, какая батарейка здесь стоит внутри, но точно я вам скажу, что за два с половиной часа они полностью у вас зарядятся от самой обычной 10-ваттной зарядки. Прямо сейчас, когда я записываю этот ролик, а это происходит в конце мая, в официальном магазине производителя на Алике, ссылку я, естественно, оставлю в описании, эти наушники, вне зависимости от расцветки, можно купить примерно за 5 тысяч рублей. Знаете, за 5 тысяч рублей не всегда возможно купить нормальные, приличные ТВСы. Единственное, к чему, конечно, можно придраться, это вот к пластику в сборке и к тому, что чашки не складываются. Звук неплох, шумодав и вовсе отличен. Приложение функциональное, есть там всякие программные фишки, вроде настраиваемого эквалайзера, вроде вот этого пространственного аудиоотслеживания головы. Сидят они крайне удобно. Даже микрофоны, в общем-то, нормальные. В общем, их можно рекомендовать, особенно если не хочется тратиться на какие-нибудь там Sony 1000 серии за очень-очень много денег, а шумодав, шумодав здесь отличный, он вам нужен. В общем, у меня все, лайк, подписка, все как обычно. Пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok